Самая интересная участников акции ожидала сразу после трудового дня. Точнее часа, в течение которого учащимся удалось изрядно улучшить, было совсем запущенный сад Дзержинского. Вкусно накормить по праву заслуженным пловом и напоить горячим чаем в этот ненастный промозглый день оказалась прекрасной идеей. Наверное, поэтому людей с плохим настроением замечено не было. Убирали мусор, развлекали людей, пели песни, танцевали. В общем, хорошо проводили время и с пользой. Было очень весело, полезно, потому что такие мероприятия крайне редко проходят, ну как мы знаем. Поэтому мы провели время с пользой, вместо того, чтобы, не знаю, там валяться дома. Потому и кричалки, которые многочисленные команды трудового десанта заготовили заранее, звучали даже очень оптимистично. И даже песни с невеселой экологической тематикой пелись на свежем воздухе с задорной улыбкой. Гуляет планета, погибает планета, засоряются реки моря. Скоро жить будет негде, вы поймите, поверьте, к миру так относиться нельзя. Понравился этот балл осенних листьев и самым маленьким. Они тоже и работали, и веселились наравне со всеми. Всякие разные игрушки, листья, балки. Железяки даже? Да, железяки. Еще встречались бутылки. После вас здесь стало чище? Да! Вам понравилось, весело было? Да! А заключение акции увлекло всех участников награждения грамотами и более ценными подарками. Итог получился более чем заметный. Как минимум пару грузовиков, веток, мусора и опавших листьев отсюда увезли. Однако еще больше осталось. Вообще за спиной у железного Феликса, который, к сожалению и по понятным причинам, не может заглянуть в сад, названный его именем, творятся вещи малоприглядные. Этот зеленый уголок, некогда предцветающий, сегодня, наверное, самый запущенный в Новосибирске.